Третий этап Кубка Столицы Сибири Кубок Губернатора Новосибирской области Подрифту состоится 4 августа Собственно, это третий этап Кубка Столицы Сибири Это последний шанс стать чемпионом Дрифт-сезона 2018 в Новосибирске И у нас в гостях пилот команды G-Energy Евгений Спирин и пилот команды Йоко Мотор Спорт, президент Новосибирской Федерации Автоспорта Армен Аркюнян Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Ну вот, я еще прочитал, когда информацию Знакомился, что Новая трасса, да? Да, есть такое Чем она отличается, в чем ее преимущество? Ну, она шире Это очень важно для пилотов Потому что мы на площадке экспоцентра Очень сильно привыкли И нам не хватало ширины И все этих блоков очень сильно боялись Ну, хотя они никуда не делись Они тоже перекочевали на площадку Нордмола Но само по себе площадка шире Это говорит о том, что Скорость выше и дуга больше Соответственно, более зрелищное мероприятие будет Плюс разгона больше То есть, если на экспоцентре не позволяла площадка разогнаться издалека Не было асфальтового покрытия То здесь можно этот разгон сделать хоть до двухсот километров в час И потом начинать дрифт Это очень круто! Это удобно как для вас, пилотов Так и для зрителей это будет Ну, я, поскольку я первым делом пилот Поэтому я говорю сейчас с лица пилота А со стороны зрителей Это тоже намного удобнее Потому что на всю эту площадку можно смотреть с разных сторон Это во-первых То есть с четырех сторон можно будет подойти к площадке Плюс с одной стороны есть косогор, где просто обычный газон Где можно садиться, просто как трибуна садиться и смотреть Со стульчиками? Да, можно со своими стульчиками Ребята, я вот к вам ко всем обращаюсь Возьмите с собой, вот Евгений Спирин советует Стульчики раскладные Будете там сидеть Просто берите одеяло Просто положили на дрову Легли и смотрите гонки Очень круто! И еще очень большой и важный момент У самого торгового центра нужна постройка такова Что есть большой козырек по всей длине трассы Порядка шести метров Если даже будет какая-то непогода, дождик, к примеру А, будут где спрятаться Часто бывает у нас, да Просто можно будет так же чуть-чуть назад отойти Стоять и смотреть мероприятие Ну, в общем, все хотелки А если будет дождь, не прекратится мероприятие? Нет, у нас дождь состоится Дрив состоится в любую погоду И так всегда бывает Даже зимой, в мороз 40-градусный Мы катаемся И это вполне нормально А здесь дождь, ну, что-то тепло Дождь, романтика Просто укрыться от дождя немножко Потому что не все люди, скажем так Не тают, есть сахарное Чем-то еще отличается этот кубок Помимо трассы от предыдущих? Да, есть у нас, ну, такая езиминка нашей трассы, наверное Это два столба посередине площадки Поэтому, ну, все... Это для мотивации? Ну, да, это для мотивации для водителей туриков Ну, то есть, есть такая шутка у нас Водители длинных автомобилей, ну, там, Марк-2 и подобные Очень боятся столбов Потому что столбы их притягивают Ага Вот здесь специально для них Прямо посередине трассы Есть два столба, огороженные блоками Ну, тем не менее Такая езиминка простит Ну, есть вторая сторона медали По большому счету Сами столбы притягивают туриководов А блоки наши бетонные Они их отталкивают Поэтому мы эти столбы огородили блоками Чтобы, ну, как бы, противостояние было И все нейтрально проходило мимо Как они хотят Как будут проходить соревнования? Типично Новички и профессионалы написаны То есть, прям, все могут там участвовать Да, уровень... То есть, у нас два разных уровня Вот, забегая вперед, я скажу, что Четвертого числа у нас Кубок столицы Сибири Кубок губернатора Новосибирской области Третий этап Кубка По итогам которого мы уже подведем Итоги за три этапа Наградим чемпиона Получит самый лучший в личном зачете Кубок губернатора за 2018 год И так далее То есть, нужно было обязательно участвовать на предыдущих? Да, потому что в зачет пойдут Все выступления Все три этапа А плюс у нас через неделю, буквально 11-12 августа Будет проходить на этой же площадке РДС Сибирь Это мероприятие более высокого уровня Где участвуют только профессионалы И новичкам туда доступ закрыт Ну, опять же, новички могут там участвовать Если подготовят свои автомобили Именно профессиональным образом То есть, каркас безопасности и так далее Поэтому у нас Кубок столицы Сибири Это мероприятие такое Которое объединяет Как бы обычные автомобили С гоночными автомобилями Более подготовленными и сильными Для того, чтобы можно было Расти из обычных хулиганов Стать нормальными профессионалами И не хулиганить на дорогах А ездить на специальное оборудование трассы И кататься там Получать удовольствие Сколько участников планируется? Из каких городов? Как показывает история этого года К сожалению, участников не так много У нас собирается там 14-16 участников Но если сравнить с прошлым годом То у нас было порядка 30 участников С чем это связано? Ну, когда с ребятами разговариваешь Ну, как-то тяжело финансово Автоспорт, он дорогой Там, да, шины Только один комплект шин стоит 12 тысяч рублей А его хватает буквально на 5-6 проездов На новом асфальте На надмоле там еще держака больше И асфальт такой зернистый И, соответственно, еще меньше шин хватает И еще больше шин нужно Плюс автомобили Все это собирать Нужно подготавливать и так далее Временные запраты Ну, вот пока приток новичков не так много Чтобы дополнять А отток он, ну, такой ощутимый Ну, пока держимся Я надеюсь, к следующему году У нас пополнение еще больше будет Из других городов есть участники? Третий этап показывает, что да Люди подтягиваются И новички подтягиваются А так у нас участвуют все, все Сибири Ребята, это Ну, Томск, Барнаул Ну, все ближайшие регионы Там Красноярск Новосибирск Ну, Искитим Ну, какой еще? Берцк Кого еще не назвал? Вроде все города Ну, с вами смогу и нет С Кемеровым к нам приезжали Не, ну, я, мне кажется Все равно новая площадка И вот этот этап Чтобы новички приедут Потому что реально интересно То есть вчера ездили на площадку Смотрели даже Ну, тренировка И уже очень много народу По сравнению там С обычной тренировкой На экспозиции Поэтому, мне кажется Люди просто приедут из интереса Это, во-первых Во-вторых Через неделю этап РДС И можно оценивать Этап Куб Столицы Сибири Кубок губернатора Как часть тренировки Ну, то есть Конкретно я Да В первых двух этапах Я их, к сожалению, прогулял Потому что Ну, подготавливал автомобиль И, ну, и целенаправленно Постел в РДС Участвовать Конкретно В этапах РДС Но Так как Новая площадка И, соответственно Через неделю Этап РДС Очень значим Для нашей команды Я принял решение Попробовать Покатать И, собственно, попробовать Ну, и парные заедры Давайте сейчас Делаем небольшую паузу И после рекламной Продолжим 4 августа В Новосибирске Пройдет Кубок губернатора По дрифту И по этому поводу У нас в гостях Пилот команды PG Energy Евгений Спирин И пилот команды Йоко Мотор Спорт Президент Там Сибирской Федерации Автоспорта Армен Аркюнян Собственно, поговорили Мы уже про трассу Да Об участниках И так далее А что интересного Вы приготовили Вот на этих соревнованиях Для зрителей Кроме дрифта Ну, для зрителей Естественно, первым делом Это вкусная еда Они приедут Они смогут поесть Очень вкусно У нас на площадке На природе Это такой пикничок Знаете Я уже рассказал вкратце Что есть у нас зона Где как пикник Можно на траве посидеть Там трибуны такие И там же можно вкусно И покушать Поужинать И пообедать И так далее Далее У нас будет дрип-такси Для зрителей То бишь Можно будет покататься С настоящим профессионалом Серьезно? Да В салоне Прям как в фильме Форсаж Прям любозелающий И прям виндизель будет Прям круче Прям круче Чем виндизель У нас есть такие экземпляры Да И автомобили Тоже очень крутые На сегодняшний день Если сравнить С тем форсажем То у нас уровень подготовки Автомобилей Даже круче Чем там Обещаете Да Само собой Ну к сожалению Мы всех катать не сможем Но будет определенный конкурс И сейчас есть конкурсы В которых нужно участвовать И выберем Тех Кто победит В прокате Плюс на месте Еще там будут Выбрано Несколько людей Там будет какой-то Аукцион Может быть И так далее Где тоже можно будет Участвовать На директах Не могу не спросить Ни разу не была На таких мероприятиях Как организованная безопасность Ну знаете Безопасность организована На наилучшем На наивысшем уровне Потому что для нас Это очень важно И мы бьемся за безопасность Плотов Там в автомобилях Четырехточные ремни безопасности Которые Спасут При любом ударе От блоки Или от других автомобилей Это каркас безопасности Которые тоже В том числе Ну амалогированная форма Одежда Не горючая Если вдруг Какой-то пожар И так далее Ну в общем Все по нормам автоспорта А в автоспорте Все писано Как мы знаем О годами И кровью Да И само собой Учтены все эти Тонкости То есть можно смело идти С детьми И дрельщем Однозначно У нас очень много детей Всегда приезжает На мероприятия Потому что Машинки же Это же интересно Это зря лично Это дым Это шум от двигателей Ну это очень круто Да Ну и пилоты у нас стали Наверное Более ответственные Потому что Там лет пять назад Если смотреть Там нас заставляли Там Каркасы безопасности Заставляли комбинезоны Там Вот мы там все Вот федерация Она заставляет А Ну все До того момента Как До первого раза Да Более всего опасное Там Стали происходить Какие-то контакты Аварии И вот Ну есть свой личный пример У меня Пассажир На парном Ну не на парном проезде На одиночном проезде При аварии Расколол шлем Который он был пополам То есть он ударился головой А в каркас безопасности И шлем у него треснул И вот Ну что бы было бы Если бы у меня было шлема Давайте всех приглашать Давайте Давайте Итак 4 августа 14.00 Да Это парковка Торгового центра Норд Мол Это вот Рядом с Пашинским постом Если говорить своим Языком Людей Автовладельцев Автолюбителей То есть Это как Новая барахолка Еще по-другому Можно его назвать А вот В общем В интернете Если набрать Норд Мол Сразу же появляется Да Улица Пасечная Вот И Просто туда подъезжайте Там уже по месту Будут знаки стоять Куда можно подъезжать Куда нужно Можно припарковаться Вход Где можно Купить билеты Для того Чтобы пройти на мероприятие Где можно парковаться И так далее Там на месте указатели Все схемы Все будет нарисовано Билеты заранее Мы не продаем Если вы где-то увидели Что организована продажа билетов Это мошенники То есть Мы этим не занимаемся Билеты мы продаем Непосредственно на месте На плащу Отлично Желаю вам успеха И Это еще не все С вас и как и со всех остальных гостей Мы просим какую-то интересную историю Евгей Обещали Да Обещал Наверное История Это в любом случае Будет связана с гонками Да И с дрифтом Не знаю Насколько она Добавная И смешная Может быть Для меня Она была Чуть такая печальная У меня была история Что меня Уволили с работы Из-за дрифта Да То есть Меня не отпускали С работы На соревнования На определенную Очень важную Для меня И я написал Такое Уволил решение Для себя принято Написал заявление И уволился И выложил это все Там В инстаграм И все такие Вот Вот Спирин молодец Вот Ради гонок Молодец Парень Настоящий Настоящий А вы теперь не работаете? Да Я теперь работаю сам на себя Вот так Вот это правильно Пилот команды G-Energy Евгений Спирин И пилот команды Yoko Motorsport Президент Новосибирской Федерации Автоспорта Армен Артюнян Были у нас в гостях Еще раз Всех приглашаем 4 августа На Кубок губернатора Подвига И вам спасибо И удачи Спасибо